Тема капитального ремонта актуальна всегда. На конференции журналисты практически всех брянских СМИ. Но прежде чем перейти к вопросам, основные цифры по итогам работы в регионе программы капитального ремонта многоквартирных домов. По состоянию на 27.11.2018 года в региональную программу включено 6288 многоквартирных домов общей площадью 18 миллионов квадратных метров, в которых проживает 335 тысяч 435 человек. За время реализации программы более 1300 домов увидели ремонт почти на 3 миллиарда рублей. За 4 года по области отремонтировано более 1200 крыш. Подрядные организации чинили инженерные сети, фасады домов, установили 18 лифтов. Основной упор делается на ремонт кровель, потому что именно этот конструктив на сегодняшний день требует первоочередного ремонта. Поэтому своей работе уделяем, планируем работу таким образом, чтобы сначала решить вопросы, чтобы людей не заливало, чтобы у них было сухо, и планомерно переходим к другим видам работы. В 2018 году перед региональным фондом капитального ремонта стояла задача отремонтировать 230 крыш, 5 фасадов, 1 подвал. В 22 домах отремонтировать инженерные сети. Это тепло, газа и водоснабжение. В 7 домах нужно было заменить 17 лифтов. Программа на сегодняшний день практически выполнена. Вот эти цифры, о которых я остановился, которые я назвал, они фактически реализованы. У нас 3 объекта, 3 дома находятся в стадии последней доработки и подготовки к сдаче. То есть основные работы все выполнены. И по одному дому, по одному фасаду работы подходят к завершению. Фасад, кстати, был проблемным. В марте 2016 года стена просто обрушилась. ЧП случилось по адресу улица Октябрьская, 83 в Советском районе. Из-за аварии дом подвинули в очереди на капитальный ремонт. Один из вопросов журналистов коснулся очередности. Как приблизить капитальный ремонт? Здесь один из главных факторов – собираемость взносов. Чтобы ремонтировать больше домов, надо больше собирать. Статистика простая. 2014 год. Собираемость 79%. Первый год реализации программы. 2015 год. 85%. 2016 год. 87%. 2017 год. 95%. 10 месяцев 2018 года. 97,6%. Налицо рост. Тем не менее, есть и неплательщики. На сегодня по области долг собственников за капремонт более 300 миллионов. Еще один из вопросов касался качества ремонта и его гарантии. Фонд, как заказчик, несет полную ответственность за результаты работ в подрядной организации и требует с подрядной организации, соответственно, выполнения сроков и выполнения работ надлежащего качества. В случае, если случилось так, что подрядная организация проявила себя нехорошо, допустила нарушение качества или дефекты выявились в постремонтный, гарантийный период, мы, естественно, первым делом привлекаем эту подрядную организацию сначала в добровольном порядке. Если она не выполняет свои обязательства своевременно и правильно, или случилось так, что она обанкротилась или ликвидировалась, привлекаем другие подрядные организации и выполняем эту работу. Важно, что в таком случае средства берутся не из взносов жильцов. Недочеты исправляются за деньги от штрафов других недобросовестных подрядчиков. А с 2019 года к качеству еще более пристальное внимание. Впервые будет применена система страхования гражданской ответственности подрядчиков. Еще одно экспериментальное нововведение – видеонаблюдение. За работой подрядчика можно будет наблюдать в режиме онлайн. Сделать это можно будет через сайт регионального фонда по капитальному ремонту. Андрей Мамошин, Максим Кузнецов. События. Брянск.